мы вот в предыдущей части говорили о том что искусственный интеллект может выступать то есть можно его нагрузить функции выступать в той или иной роли помните да но естественно интеллект можно нагрузить примерно тем же самым я сейчас буду выступать в роли александра андреева который есть на слайде да по независимым ни от меня не от него нет прочих форс-мажоров обстоятельств он не смог сегодня выступить поэтому я его заменю в той части в которой моя компетенция позволит но надеюсь не сильно вы потеряете изначально планировалось что это будет демонстрация вот силу тут просто того что много бегать между разными рабочими местами между разными рабочими местами решил что на слайдах да если кому-то будет интересно потом по окончании все это живем могу показать и основная идея я покажу как как работает некая платформа который вы сможете тоже если захотите воспользоваться она бесплатная но основная мысль такая которая выносится здесь для обсуждения заключается вот в чем а вот те курсы которые которыми мы с вами привыкли которые делаются неважно в вузе там в дпо 72 часа или в вузе там 200 часов или в корпоративном обучении может быть меньше степени но тем не менее там несколько часов или там даже не может быть десяток минут они в в рамках этой нашей новой формации которая наступила на нас всех они свой по крайней мере форм-фактор или как вот как сущность они сохранятся или какие-то преобразования с ними будут происходить не только с точки зрения подготовки контента да там кто его написал какого он качества так далее но вот как как сущность они будут в таком же виде существовать и далее или что-то с ними произойдет я что-то сейчас вам покажу что наталкивает на некие размышления на эту тему итак александр андреев рассказывает вам про одну из платформ компании гиперметод которая сбера университете в конкурсе все время тоже была отмечена итак у нас есть такая платформа которая называется я автор клауд я автор кстати говоря это то о чем мы с вами говорили сегодня утром еще до начала мероприятия но это вот то во что это в конечном счете превратилась все мы знаем что есть куча всяких разных программных средств для разработки учебного контента там курс лап ай спринг да ну и масса чего-то другого но когда и у нас тоже было средство которое десктопное условно назывался автор но когда пришло новое время мы вдруг поняли что задачи которые стоят нашими заказчиками в основном являются относительно крупные организации где разработка контента занимается много людей часто ну допустим 200 человек одновременно разрабатывают учебный контент да а я могу взять просто микрофон и так разрабатывают электронный учебный контент и когда это много людей да этим занимается в рамках ну какой-то образовательной программы назовем это так или какого-то большого проекта ну вот нашими заказчиками является например мы технологическую вязку для разработки электронного учебного контента осуществляем для подготовки экипажа атомно-подводных лодок а это огромное количество это сотни тысяч учебных объектов текстовых там анимационных тренажерных всяких разных которые должны быть увязаны с точки зрения технологии производства жизненного цикла до всего этого еще и связаны с документацией эксплуатационные с теми производствами которые там что-то вносит по ходу дела еще это должно быть переведено на несколько языков если это корабль какой-нибудь поставляется на экспорт например и вот для того чтобы разработчики производители собственно говоря изделия могли создавать планомерно то есть по плану прозрачно для для всех и верифицированный электронный учебный контент по ну в данном случае кораблю да в этом примере то вот мы разработали соответствующую платформу где одновременно работает много-много людей условно форм-фактор того что они разрабатывают это лонкриды ну по нашему да или такие длинные всякие штуки которые состоят из всяких мультимедийных элементов из контрольных материалов тестов да и которые в конечном счете попадают в систему управления обучения в виде либо скором пакетов либо просто там какого-то какой-то штуки вот и это все работает в ряде организаций но когда мы задумались но это закрытое использование да внутри локальных каких-то сеток но когда мы задумались о том что все весь этот богатый инструментарий которые в облаке существует мы выносим на публич на публику и другие разработчики тоже могут этим всем пользоваться то естественно задумались о том как из как внедрить процесс связанные с разработкой учебного контента те или иные сервисы искусственного интеллекта и собственно остановились на двух это проект примерно чуть меньше чем в годичной давности это естественно чат gpt и яндекс gpt которые имеют интерфейсы через которые можно встраивать сервисы к себе да и задача которые мы ставили это радикально сократить сроки на подготовку этого контента сделать к при том сейчас я вопросы качества давно которые мы говорили и устойчивости выношу за скобки сделать контент индивидуальным для слушателя обеспечить мониторинг и контроль контента внешней экспертизой и обеспечить улучшение контента фокус-группами ну понятно да вот вы создали курс но потом есть некая фокус-групп обычно да которая говорит здесь хорошо здесь удобно здесь не очень удобно вот как вся штука работает сейчас не про то какие операции но как бы общая идея использования мы создаем учебную программу определяем уровень этой учебной потенциального нашего будущего контента по нескольким параметрам значит средний уровень квалификации для кого мы это делаем профиль должностей условно или профиль деятельности например для HR менеджеров мы создаем учебный курс среднего уровня сложности значит мы указываем какие цели обучения преследуются примерно объем материала который мы хотим получить это может быть хронометраж например там на 2 часа учебного или на 72 часа учебного или на 200 часов то есть грубо говоря верхний уровень учебной программы может совпадать на все эти но глубина изложения этого материала может быть разная форм-фактор в котором мы хотим создавать учебный материал ну здесь практический мастер-класс да то есть там будет больше практики меньше теории условно да и какие-то кейсы будут рассматриваться практически для кого это будет конспект это будет гибридный курс или это будет в данном случае онлайн курс да ну еще ряд параметров на входе нажимаем кнопочку вот это все в окошечке вводим нажимаем кнопочку сгенерировать нам система на основании вот предыдущего всего того что мы о чем мы говорили и в том случае если это корпоративная сеть где у нас есть информация о конкретных должностях для которых мы создаем HR менеджеры у них есть должностные инструкции да например там или трудовые функции вот она все агрегирует на этом основании создает учебный план ну в данном случае он там в терминологии модулей учебных сформирован затем наша задача задача расшифровать положение этого учебного плана то есть процесс создания учебного курса он итеративный такой получается мы верхний уровень создали потом в том объеме в котором мы хотим создавать генерировать объем материала мы потихонечку создаем этот учебный генерировать учебный материал главное тут пропустил я слайд в общем неважно что на каждом этапе формирования очередной порции материала который генерируется мы как разработчики имеем полный контроль над этим мы понимаем какой система создала промпт для того чтобы запросить и можем его отредактировать если считаем что это не очень корректно мы видим какой результат на каждом шаге получается и можем его тоже откорректировать почему потому что результат каждого из этих этапов он является основанием для выполнения следующего этапа понятно такое дерево иерархическое по которому мы с помощью уточнений и корректив коррекции этого материала движемся до нижнего уровня полного объема материала на основании созданного сгенерированного материала и вот всего предыдущего то что есть система нам позволяет создавать также автоматически и контрольные измерительные материалы по разделам по блокам интегрированный тест вот таким способом ну здесь правда только одиночные выборы и множественные других формов нет ну и собственно говоря потом нажали кнопочку получили публикацию вот там примерно в таком виде в общем публикация она есть и публикация вот коллеги я очень кратко потому что если бы я показывал да было бы все то же самое но только длиннее пока там кнопочки нажмешь Дмитрий ну ты знаешь что в директ академии ты всегда можешь запросить столько времени для своего динара сколько тебе понадобится сейчас вынесем на голосование важно что коллеги что этим сервисом вы можете воспользоваться там или кому кому это интересно вот публичным бесплатно он так называется я авто точка клауд там просто зарегистрироваться и все там же есть какие-то обучающие виде материалы ну и прочее прочее особенностью является вот что публичный сервис он все-таки работает с публичными сервисами о чем я говорил да чат gpt и яндекс gpt при установке это внутри организации используют могут использоваться еще локальные хранилища нормативная база вся там документы рабовые инструкции да вот весь тот комплект материалов который сопровождает деятельность любой большой организации ну вот собственно говоря и все готов там ответить на вопросы если есть название название а понятно ну вот вот здесь вот да 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 ну пока задаются вопросы я хочу сказать что я рассказал про вот только лишь процесс связанные с имплементацией внутрь сервисов чат gpt и яндекс за пяти но это достаточно богатый продукт который ну представляете да когда подводную вотку создают как много там всякого разного интерактивного материала ну к примеру курсы сделанные вот в этом продукте можно интегрировать с реальным оборудованием у вас есть там условно станок с чпу там или даже аналоговым оборудованием и вы сделаете будете сделать здесь что-то на тренажере а там все это реально в реальности происходит ну что так пока вы думали над вопросами Александр Саландева спасибо большое очень люблю такие структурные структурные вещи у меня вопрос когда мы разрабатываем такую индивидуальную программу есть ли смысл и учитываете ли вы уровень компетенций на входе ну то есть подстраивается ли программа к уровню кандидата ну или сотрудника и есть ли смысл это делать можно вернуть слайды сейчас отчасти есть ответ на этот вопрос на слайдах вот может быть мелковато но слева такая диаграммочка это на самом деле диаграмма компетенции сотрудника для которого создается этот курс да это это есть одно из входящих для того чтобы генерировать контент вы использовали вот те средства которые вы нам демонстрировали вот конкретно эта диаграмма это оценка сотрудника по компетенциям ну там есть уровень успешности такое понятие сотрудника шкала там всякие разные а откуда берутся эти данные данные берутся из результатов оценки оценка разными способами может осуществляться но есть и классические вот 360 градусов сейчас я про корпоративное обучение говорю а не про вузовское потому что там модель компетенции она другой характер совершенно имеет это стандартная как правило процедура в организации более-менее средних и больших когда там раз в год к примеру проводится ой страшно оценка персонала на основании ну строится вот подобного рода диаграммки отчеты там как правило больше и это есть основание для того чтобы мы знали какие гэпы у сотрудника существуют то есть разница между тем что он должен и что он на самом деле что он показывает это те пробелы которые нужно закрывать это означает что вот этого контента будет условно больше в этой образовательной программе ну так а вот эти вот нейро разработки которые вы показывали с головным мозгом вы используете потому что вполне возможно что ваши слушатели пройдя один из них пройдя входной вот этот скажем так тест передает его кому-то другому у вас вот в высшей школе такое существует когда идет обмен информацией между обучающимися и для того чтобы более четко зафиксировать действительно какую индивидуальную программу надо создать мне кажется надо подключать вот ту вот эту шапочку замечательную которую вы разработали у нас очень много различного программного обеспечения которые мы создаем и как бы один из принципов да это интеграция там бесшовная интеграция между разными сервисами платформами и когда вы говорите задаете этот вопрос я внутренне отвечаю да безусловно это можно потому что это такой же сервис наш сервер но буквально отвечая на вопрос используемые в данном случае пока нет ну то есть нет такой такого хорошего заказчика который бы сказал давайте я приняла спасибо большое можно вопрос смотрите вот данная система вы предполагали что это может быть один автор изначально она нацельная это должна быть команда разработчиков некий усредненный да вариант кто это может тут как бы несколько вопросов в одном кроется может ли один человек использовать такую платформу может но это будет условно из пушки по воробьям потому сейчас не буду задаваться в подробности изначально она ориентирована на группу лиц разрабатывающих учебный контент то есть нам коллективную разработку вот это я почувствовал но в принципе я же знаю что есть у нас как бы как будто бы на техническую направленность а на гуманитарной там часто бывает один автор может быть почему это задают такой вопрос он что-то может визуализировать ему что-то нужно ну вот это возможно да такого барьера нет ну простое количество инструментов которые там есть некоторые из них предназначены им для управления именно групповой разработкой ну коллективный таймлайн в котором прописываются работы исполнения сроки плановые для одного автора это не нужно то есть у вас сложнее инструментарий изначально это для групповой разработки да условно-таки промышленные можно сейчас вопрос задам коротенье смотрите а документы которые вы сказали что можно заграть внутренние документы в базу чтобы обогащать как бы то что вас генерирует AI да скажите эти документы руками загружаются или есть какие-то роботы которые обходят сайт и грузят из интернета документы ну когда мы когда мы говорим о корпоративном обучении предполагается что существует некая ну условно называемая база знаний да в которой находятся исходные там инструкции должностные документации ну и прочее поэтому мы предполагаем что для начала разработки ничего не надо загружать ну вот в контексте вопроса да оно уже где-то функционирует а не может предприятий без должностных инструкций существовать да хаос такой наступит вот поэтому ну да их можно дополнительно туда безусловно загружать но обычно оно уже где-то существует то есть это вот робот вот из вашей системы роботы это индексирует или вот надо ручки нет робота там нет спасибо количество часов на этот курс и стоимость со второго наиболее важного вопроса нажму его начну для преподавателей стоимость использования этой платформы нулевая ноль рублей ноль часов ну копеек что касается первой части я затрудняюсь ответить я не до конца понял может быть может быть имелось ввиду все-таки что насколько это упрощает вот если бы без вашего инструмента у всех разные курсы по размеру да для кого-то это столько-то часов для кого-то мне самому было интересно я не задал этот вопрос но сейчас задам но насколько по вашей оценке это может упростили жизнь ну может еще и усложнить к сожалению да дмитрий вопрос разрешите сейчас я отвечу позвольте как как любой инструмент эффективность его применения она варьируется зависит от того в какой отрасли мы это применяем если там в творческих например там каких-то направлениях да она может быть меньше эффективность потому что у нас есть авторская позиция которую мы должны донести которые условно в этом усредненном интернете замусоренном ну просто не откопать а в каких-то случаях у нас были примеры для относительно понятных учебных программ скорый хрометраж разработки это порядковый все равно какое-то время есть на допустим давайте давайте вопрос в микрофон да Дмитрий вот вы обозвались о локальной версии внутри программы внутри организации скажем так хотелось бы знать какие нужны требования аппаратные и сколько стоит эта вещь и более прецеденты постановки такой системы в каких-нибудь организациях ну вот я упомянул уже например в Петербурге конструкторское бюро Малахит который производит ну у нас два всего КБ которые делают атомный подводный лот ну вообще в принципе да это Малахит ну не важно вот это одно из них но и ряд других гражданских и оборонных предприятий которые этим занимаются ну а стоимость какая получается в общем то эта система и остается открытым то есть может скажем так потребитель ее потом подгружать туда наращивать в открытой части для публичного использования еще раз подчеркнули преподавателя это бесплатно ну как бы стоимость нулевая для предприятий там другая история давайте я просто не буду сейчас это ну мы же не продаем да в данном случае это